Ближе к теме. Сейчас я пойду уже на съемку. Значит, вот такое чудо. Есть многие люди, которые говорят о том, что есть несколько компаний, которые являются наукоемкими и в то время. И некоторые сохранились до наших времен. Одна из культовых компаний, которая сделала действительно уникальное послание миру в том, какая должна быть камера, это Рольфлекс. Можете посмотреть внешнюю сохранность. Этой камере почти 80 лет. Можно сравнить с любой техникой, которая, скажем так, такого уровня. Часы, автомобили, все что угодно. Мебель. Могу сказать, что впечатление очень сильное, пока вы... Ну, когда возьмете в руки, оно будет другое. Потому что здесь это никак не объяснить. Камеры имеют интересную конструкцию. Их называются клопами. В зарубежном, как бы, литературе, они идут как ТЛР-кабели, камеры. То есть камеры с замером и видоискатель находятся... Вы смотрите вниз. Снимаете этой камеры. Фокусируйтесь по матовому зеркалу. Фокусируйтесь простым поворотом ручки. Почему же все-таки не зеркальный? Почему я не затронул зеркальные камеры? Чтобы так сказать, предлагаю показывать именно вот эти камеры. Отдельно видео запишу по поводу затворов. Но у зеркальной камеры есть ужасающая характеристика. Это вибрация самого вот этого механизма поднятия зеркала. В сочетании со шторными затворами это дает такие артефакты, которые, если... Я долго снимал зеркальными, но как только вы попробуете снять камеры, которые не имеют зеркала, особенно с рук, вы, в принципе, все поймете. В данном случае здесь два объектива для каких целей? Первый объектив основной. Через него идет свет на саму пленочку. 6х6. И, соответственно, попадает на саму пленку. Второй объектив нужен для того, чтобы вы смогли в реальном времени навести на объект. Причем вы видите то же самое, что в зеркальных камерах. Все то же самое. Только без этих проблем вибрации зеркала. То есть второй объектив, как правило, имеет более высокую светосилу. Если здесь САР-3,5, то здесь 2,8 хендосмат. Камеры Рейфлекс выпускались... Первые камеры в конце 20-х годов начали появляться. Северное производство уже 30-е, крупное. В данном случае вот это 39-й год. Камеры выпускались вплоть до 80-х годов. Но так же, как и в автомобилях, есть ступени деградации любой техники. В Рейфлекс это тоже коснулось. И гиграционеры ценят не те камеры, которые сейчас стараются людям продавать за большие деньги те же самые 80-е годы. когда уже просветление достигло своего апогея и многолинзовые системы. В данном случае здесь четырехэлементная линза ТЕСАР. Две склейки. В предыдущей камере я показывал, там даже трехлинзовые есть ступени. В чем еще прелесть управления этих камер? Если здесь вам не нужен дальномер, то есть вы сразу видите через объектив, что у вас получится. Выдержки. Соответственно, имеют два классических колеса. Выдержка и диафрагма. Это очень быстро, очень удобно. Все видно перед глазами. Наверное, утомил полностью. Поэтому сейчас я заряжу пленку. И, соответственно, отправимся немножко поснимать. Попробовал я разные пленки. То, что сейчас выпускают. Кодек. Да, действительно, интересные вещи делают. Самролей пускает. Фонопан. И Илфорд. Поснимал я Илфордом широким. Честно говоря, впечатления неоднозначные. Я снимал дельтой разной. Есть еще пленки. Здесь, можно сказать, надо попробовать, что вам больше подойдет, что понравится. Все, что я говорю, касается черно-белой фотографии. Вы можете снимать и цветной. И недоменеджеры, как я их называю, говорят, что эти камеры не предназначены для цветной съемки. Для этого они подготовили технические данные, что только с просветлением можно снимать. Ну, в общем, как обычно. Все. Для того, чтобы ездить в машине, нужно кучу миллионов компьютеров, которые за тебя будут парковаться. Еще что-нибудь придумают. В экстремальных ситуациях, как правильно показывают, что такая техника не работает. Так же, как фотоаппараты, у которых миллион батареек, куча помощников, фокусировок в результате, чтобы сделать кадр. Ну, с этим людям постоянно сталкиваются. И в определенный момент наступает ситуация, когда вы должны сделать кадр, а вы не можете его сделать. Это раз, два, три, а потом, как говорил механик, в фильме, да, толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит бестолковый выбор. Здесь то же самое. Продолжение следует...